Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжаем чтение книги «Песнь песни Соломона» для библейского портала Экзегет. Сегодня у нас четвертая глава. В четвертой главе в начале, наконец-то, дается образ невесты. Вообще, в «Песне песни» он дается трижды. Это первый раз живописуется сама невеста. Она живописуется языком восточной древней поэзии, свойственной этой поэзии образами. Они немножко иные, чем те образы западной, европейской, наследниками которой мы являемся поэзией. У нас как-то немножко иначе. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубинные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с коры галацкой, зубы твои, как стадо выстряженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары и гнят и бесплодной нет между ними, как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни, молодой серны, пасущиеся между лилиями. Образ поясной, от головы, от верха, идущий к поясу. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна!» Действительно, Церковь Христова, она прекрасна. Душа человеческая, она прекрасна. Все, что безобразно, это из области греха. Все, что от Бога, то хорошо весьма. И идет описание. Глаза – зеркало души. А если говорить о Церкви или о Души человеческой, как об образе и подобии Божьем, то глаза – это зеркало великого Бога. Глядя в глаза человеку, я вижу его душу. Глядя в глаза Церкви, глядя в глаза души, я вижу Бога. Глаза твои голубинные, под кудрями твоими. Что значит, что они голубинные? Голубь – это птица мира из истории Ноя. Голубь несет маслячную ветвь. Это символ прекращения божественного гнева. И это образ Святого Духа. Потому что маслян – это елей. Это образ Святого Духа. Голубь – это птица, символизирующая целомудрие. Голубь и голубица в паре проживают всю свою жизнь. Таким образом, глаза Церкви, глаза христианской души – это прозрение в Духе Святом. Это мир Божий. Это чистота, святость, целомудрие и непорочность. В Ветхом Завете есть такое, что блудницу можно по поднятию век опознать. Так же и чистую девицу. И вот эта чистота, духоносность, ею зрит Церковь. Если рассматривать конкретно, актуализируя, что ли, тогда глаза Церкви – это ее пророки. Глаза Церкви – это ее прозорливцы. Духом Святым зрят то, что не может увидеть даже человек с отличным зрением, человек с гениальным умом, ну и уж тем более никакой ни микроскопа, ни телескоп. Это зрица Духом Святым. Дальше – волосы. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галацкой. Гора Галацкая, она воспринималась в Израиле как образ язычества. Там жили язычники. И вот как козы оттуда сбегали, спускались с этих гор, и голова, она, и волос, он уходит оттуда с гор Галацких. То есть волос сам по себе украшение девицы и ее честь. Об этом постол Павел в 11 главе Коринфянам пишет. «Честь и краса души христианской, честь и краса церкви, она уходит от язычества. Не может быть украшения языческим, что, к сожалению, человек хочет делать. Не любите мира, не того, что в мире. Дружба с миром есть вражда с Богом», – учат нас апостолы. И вот эти волосы, эти кудри, они уходят оттуда, и уже подобны этому прекрасному стаду козляточек, которые спускаются оттуда и в данном случае символизируют красоту и честь невесты Христовой. Третье – это зубы. «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни». В выход из купальни святые отцы видят в этом указание на крещение. То есть в крещении происходит это омовение, это очищение, омылись, осветились, очистились. И теперь у каждой этой овечки пара ягнят, и бесплодной между овечками нет ни одной. То есть, выходя из купели крещения, плодовитость. А то, что пара ягнят – это деятельность и созерцание. Это Лия и Рахиль. Наконец, все это и зубы. А что делать зубы? Зубы, они перемалывают пищу. И они прекрасны. Невеста, девица, она хочет, она стремится к тому, чтобы они были красивы, хотя они сокровенны и сокрыты. Разжевывающие пищу, святые отцы говорят в церкви, это учителя церкви. Это эти самые экзигеты. Вот это и есть зубы церкви, которые перемалывают Слово Божие. Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Вот теперь мы это все смыкаем, и получается этот образ зубов, которые перемалывают Слово Божье и для себя, и тем самым питают. Питаются и питают. Следующий образ. Как лента алая, губы твои и уста твои любезны. Лента алая, конечно, указывает на красоту. Многие отцы и здесь еще усматривали такой образ на ту червленую верфь Раави-блудницы в Ерехоне, благодаря которой она сохраняет свою жизнь, а народ израильский овладевает неприступной крепостью. Как лента алая, губы твои и уста твои любезны. В данном случае речь идет о словесности. Слово гнилое да не исходит из уст. Уста твои любезны. Ничто вульгарное, ничто порочное, ничто нечистое не должно быть. И уста твои любезны. Это не значит какое-то елейничание. И одновременно не должно быть и ничего нечистого, вульгарного. Кстати, я помню христиан, которые вышли из сталинских лагерей. Я среди них вырос. Вы знаете, у них уста были любезны. Но не слыхивал я вот той вульгарности, того желания задвинуть эдакое нечто, что сейчас можно очень часто услышать даже из уст священнослужителей. Как лента алая, уста любезны. Должно быть красиво, чисто, приятно, любезно, божественно. Таково слово христианина, таково слово церкви. И именно устами проявляется любовь в целовании. Здесь, то есть, когда невеста становится целым, единым с женихом, и это происходит через кровь Христову. Как в книге Иова, и птенцы его пьют кровь. Где орлы, там, где труп соберутся орлы. Образ орлов, образ вот этих душ христианских. И кровь Христова. Вот такой потрясающий, страшный и прекрасный образ к этим словам. Дальше ланиты. Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Ланиты – это образ девичьей стыдливости. Румянец на ланитах, он указует на чистоту, непорочность и стыдливость девицы. Кстати, вот разукрашенные косметикой, отштукатуренные щечки, которые ни на что не реагируют. Хоть стыд, хоть бесстыдство, хоть радость, хоть горе. Они все, как электрический свет. Они мертвые. Вот здесь все живое, здесь все дышит этой первозданностью. И ланиты сопоставляются с половинками гранатового яблока. Отцы тоже позволяли себе такие сравнения. Гранатовое яблоко, оно изнутри, из долек, а в каждом уже соответствующее зернышко. И оно имеет этот красный цвет. Вот эти отделения – это, скажем, преподобные, там, святители, там, мученики, блаженные и так далее. То есть разные виды святости. И при этом всем – это единое яблоко. И красное – значит, красивая красота. То есть красота церкви. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженная для оружия. Тысячи щитов висит на нем, все щиты сильных. В данном случае образ такой башни, столб Давидов. Некоторые даже думают, что это было некое подобие современным языком военного училища, в котором проходили обучения юные молодые воины у Давида. Он же был полководцем. Шея твоя, как столб Давидов, церковь – столб и утверждение истины. Давид – образ Христа, Христос – сын Давидов. Этот столб сооружен для оружия. Здесь говорится уже о воинственном состоянии церкви, церковь воинствующая. Щит веры, как говорит апостол Павел в послании к эфесянам, тысячи щитов висит на нем, все щиты сильных. Верующему все возможно. Вера церкви непорочна, чисто, непогрешима, непоколебима, и врата ада не одолеют ее. Вот такой образ. И, наконец, седьмой образ. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Здесь опять все дышит чистотой, нежностью и непорочностью. Два сосца символически указуют на церковь, как млекопитательницу, питающую от сосцов Ветхого и Нового Завета. Млеко – Слово Божие, как двойни молодой серны, грациозной, красивой и пасущейся между лилиями. Наверное, никто не видел серн, пасущихся между лилиями, но их может видеть поэт. И здесь, конечно, образ чистоты, целомудрия, непорочности и божественной любви. И все это через Божье Слово. И этих моментов семь. Семь – как полнота. Семь – это радуга. Это все цвета. Это вся красота церкви. Дальше. Доколе день дышит прохладой и убегают тени. Этот образ мы уже встречали в предыдущих главах. «Пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама». Образ, имеющий отношение прямое уже ко Христу. Теперь мы переходим от невесты к Христу. Гора Мировая – это Голгофа. Это гора, где Христос пострадал. Мира, которым было помазано уже бездыханное с креста снятое тело Христа. Горечь, смерть. Хоум Фимиама – это место воскресения Христова. Это гроб Господень, который пуст, который тоже был в скале, в холме, из которого воссияло воскресение и жизнь вечная. Вот туда я пойду. Смерть и воскресение Христа – это основа нашей веры. И опять жених обращается к своей невесте. После того, как он умер на кресте и воскрес от гроба, теперь он зовет. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя!» Только что был живописан ее образ. «И пятна нет на тебе, церковь омыта и непорочна. Со мною, с Ливана, невеста, со мною иди, с Ливана!» На свадьбах даже поют такую песню «Гряди, с Ливана, невеста». Очень красиво. «Спеши с вершины Аманы» – это ливанский хребет. «С вершины Синира и Ермона» – это анти-ливанский хребет. «От логович львинных и барсовых». «Амана» переводится «вера». Есть даже такое предание, что там жили первые люди, люди веры, потомки Авеля. А Синира и Ермон, которые достаточно тождественны, оттуда стекает река Иордан, в которой принимает крещение Господь. И вот с этих вершин, с вершины веры и крещения, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот оттуда, от веры и крещения, «Гряди, невеста, спеши!» И жених зовет и ждет ее и признается. «Пленила ты сердце, моя сестра, моя невеста!» Вот Христос меня пленил, это понятно. А то, что Христос пленен невестой, это потрясающе. «Пленила ты сердцем и одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей, в другом периоде, что одним камнем, то есть цельность единобожия этой веры. И Господь пленен своей невестой». Это, знаете, как художник, который создает художественное произведение, и потом, отойдя, он смотрит, и он сам восхищен и пленен им. Господь нас сотворил, и сотворил столь прекрасными, что он пленен своим творением, и он зовет его, ждет его и хочет его. О, как любезны ласки твои! Мы уже помним дословно здесь в еврейском. О, как любезны сосцы твои, сестра моя невеста! О, как много сосцы твоей лучше вина! Мы это уже толковали в предыдущих текстах. И благовония мастей твоих, то есть дарования Святого Духа и плоды его, лучше всех ароматов, то есть всего, чем благоухает этот мир, всем, чем этот мир может похвалиться. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста. Слово твое слаще меда и капель сота из псалтири. То есть от уст церкви каплет мед божественного слова, который слаще меда и капель сота. Мед и молоко под языком твоим. Молоко для детей, мед для зрелых, взрослых. То есть слово для начинающих, млеко и мед для совершенных. И благоухание одежды твоей, церковь облачена, как вот и в храмах у нас есть облачение. И церковь облачается благолепием божественной славы. И от божественной славы источается благоухание. И это благоухание подобно благоуханию Ливана. А Ливан, мы уже говорили, это божественная природа. Белые горы, снежные вершины. Божественно все. То есть подобно благоуханию божества. Вот таково благоухание церкви, таково благоухание христианской души. Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, рассадники твой сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, кипероями, с нардами, и нард, и шафран, аир и корица, со всякими благовонными деревами, мира и аллой, со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Это образы церкви, образы благочестивой души. Запертый сад, заключенный колодец, запечатанный источник. Мысль везде одна. Церковь отделена от мира. Кадоша, кадош с еврейской, это отсеченный, отрезанный, отделенный. Эдемский сад, он не растворяется в пустыне этого мира. Церковь – запертый сад. Он заключенный колодец. Он запечатанный источник. Особенно, конечно, эти образы сопоставимы с Пречистой Девой Марией. Мы не касаемся толкования Богородичного, но здесь образ Девы Марии – это и образ церкви. Вот запечатанный источник, она родила, она источник Христа, и при этом она не теряет девство. Она заключена, запечатана, сад, но он заперт. И такова и церковь. То есть, все божественное, что порождается церковью, что все божественное, что рождается благочестивой душой, и оно заключенно, заперто и закрыто. Рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками. В этом саду, запертом саду, цветут и растут гранатовые яблоки. Я уже говорил о значении яблок, только можно еще восполнить, что корка-то у гранатового яблока не очень красивая и жесткая, но ее надо раскрыть, и там уже эти ячейки наполнены зернами. То есть, святость, она тоже заперта, закрыта, и внешне часто неприглядна. И вот эту неприглядность надо раскрыть, неприглядность поста, неприглядность аскетики, неприглядность образа жизни христианина, который кому-то ведь может и показаться чуть ли не жизнененавистничеством. Ранние христиан и казнили в том числе за жизнененавистничество. И при советской власти это же самое ставилось нам в вину. С превосходными плодами киперы с нардами. Киперы возбуждают любовь, возбуждают ощущение любви. Нарды это благоухание. Шафран, наоборот, охлаждает. То есть, действия Духа Божьего в церкви и в христианской душе это и воспламенение любви духом пламенете, и одновременно это прохлада. Место злачно, местно прохладно. Шафран. Аир это тростник, Слово Божие трость скорописца, как в Псалме 44. А корица это наполнение Слова Божьего. Это то, что внутри нем, со всякими благовонными деревами. То есть, видите, здесь все на ароматических образах раскрывается церковь и ее дарование. мира и алой. Мира мы уже неоднократно указывали. В данном случае это умершление плоти. Алой это горечь, которую вкушает душа, и все это со всякими лучшими ароматами. Все это одновременно благоухает нетленным ароматом Святого Духа. Садовый источник колодец живых вод. очень сопоставимо с беседой Христа и Самарянки у колодца, когда он говорит о живых водах, которые будут насыщать душу, и пьющий уже не возжаждет вовек, а жива это скачущая в жизнь вечную, как с гор, когда ручеек сбегает, то вода буквально скачет с камня на камне, а здесь также только не сверху вниз, а снизу вверх, в жизнь вечную. Такие потрясающие образы. И завершается. Поднимись с севера, или вставляется пояснительное слово, поднимись ветер с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Поднимись, принесись. Здесь два повеления. Первое, поднимись и прочь отсюда. То есть север прогоняется, а юг приглашается, принесись с юга, потому что северный ветер, он вредит саду. Это искушение. А юг это теплота Духа Святого. Не веди нас в искушение. Искушения прогоняются, а теплота Духа приглашается, повей на сад мой. Так он стоит, он есть, но никаких ароматов. Но когда вивается с юга тепло, то льются ароматы. Человек сам по себе, ну, как статуя. Но когда он обогревается теплотой Святого Духа, то от него изливаются ароматы благих дел, даров Святого Духа, плодов Святого Духа. Вот такой опять красивейший образ церкви, как сада. На этом завершается четвертая глава «Песнь песней». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok